Святый Боже, святый крепкий, святый безверхный Бог милой нас. Гляди, покаянный душе, в плоти твоих детей всех исповерься, и останься против прежнего бессловесия, и принеси Богу покаяние и слезы. Строгое убранство храма, черное облачение священнослужителей. У православных христиан наступил Великий Пуст, самый долгий и самый строгий. Он продлится семь недель и закончится в канун Пасхи. Великий Пост – это время отрешения от мирских дел и общения с Богом. Великий Пост установлен Господом Иисусом Христом, поэтому он и называется Великим. Сам Спаситель постился в пустыне 40 дней и 40 ночей, и тем самым показал нам пример. Вот отсюда идет эта традиция. В древности монахи уходили в пустыню. Перед Великим Постом они просили друг у друга прощения. И поэтому, собственно, первый шаг к Великому Посту – это попросить друг у друга прощения. И впоследствии люди в течение 40 дней подражают Господу Христу. Кто-то в еде, кто-то в большей части, духовно, конечно. Но важно понимать, что это комплексный подход, во всем нужно. Всего по чуть-чуть, чтобы встретить Светлое Христово Воскресенье, нужно себя очистить. Вот это второй смысл поста – это встреча Пасхи. Ее невозможно встретить вот так автоматически, зайти с куличами, батюшка, святи нам Пасхи. Нужно к этому подготовиться, подойти, поговеть, попричащаться, понять, кто ты есть, какая цель твоей жизни. И мне как раз после то время об этом поразмышлять. В церкви полумбрак. В знак покаянного настроя Великого Поста горят только свечи и лампады. Священники в темных облачениях изредка выходят из алтаря. Долго читают и поют проникновенные, задушеберущие молитвы. Песня. 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 Строй богослужений тоже чувствительно меняется. То есть можно увидеть, например, многие песнопения, они приобретают такой минорный характер, более покаянный характер. Во время богослужений в среде недели совершаются поклоны, читается молитва преподобного Ефрема Сирина. Ну и совершается литургия прежде освященных даров в среду и в пятницу. Богослужение воскресного дня приобретает более такой длинный характер, потому что совершается литургия святителя Василия Великого. Ну и сама атмосфера всех богослужений, сами песнопения, они отличаются. Они более такие протяжные, более умилительные, настроенные, чтобы человек пришел к покаянному такому состоянию. Участие в жизни церкви в этот период позволяет человеку соприкоснуться с событиями, которые произошли 2000 лет назад, но имеет прямое отношение к каждому из нас и сейчас. Ежедневная суета отвлекает. Мужество дел и забот не оставляют возможности остановиться и задуматься. И Великий Пост нужен как раз для того, чтобы мы сделали паузу и хотя бы небольшую часть года посвятили не внешнему, а внутреннему. Заглянули в свое сердце, очистили душу. В первые четыре дня Великого Поста на вечернем богослужении читается канон преподобного Андрея Крисского. Чтобы настроиться на духовную волну, действительно человеку нужно какое-то состояние, куда он должен попасть. И вот церковь, она помогает людям чтением канона Андрея Крисского. То есть это особый канон, в котором рассказано о том, как люди падали в грех, как они вставали, как они каялись. Показаны разные судьбы людей Ветхого Завета и Нового Завета. И вот этот настрой «Помилуй меня Боже», «Помилуй меня» много раз повторяется. Он помогает людям действительно войти в колею Великого Поста. Потому что очень непросто. Тут и пищевые ограничения, тут и работа, и многое другое. И вот как бы сосредоточиться, прийти, встать на молитву, подумать во время молитвы, кто ты есть. Это такое очень умилительное состояние. Поэтому первые четыре дня действительно рекомендуется всем верующим попасть на канон Андрея Крисского. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Во время Великого Поста изменяется строй богослужения. Вместо полной литургии с понедельника по пятницу служится литургия прежде освященных даров, во время которой не совершается Евхаристия, Таинство Тайной Вечери. Но при этом на данной службе можно причаститься к христовых тайнам, поскольку они освящены заблаговременно, воскресный день и хранятся на престоле. Другое Таинство Церкви, которое преподается во время Великого Поста – Соборование. Во время него читаются молитвы, отрывки из Апостола и Евангелия, а на лоб, нос, щеки, губы, грудь и руки крестьянина священник семь раз наносит освященное масло – елей. Особенностью Великого Поста заключается в том, что чаще всего именно Великим Постом совершается Таинство Соборования или еле освящения. Конечно, мы говорим о том, чтобы верующие чаще все-таки причащались, приступали к Таинству Исповеди. Причем не только там один человек, всей семьей. Это очень важно. Когда и глава семьи, и родители, и дети все показывают пример, и они к этому Таинству приступают. Исповедуются, причащаются, ну и действительно соборуются. Потому что Великим Постом, традиционно, уже так принято, много лет подряд эта традиция длится, люди приступают к Таинству Соборования. Какая цель его? Попросить у Бога облегчения своим болячкам. У каждого они свои. У кого-то есть духовные болячки, к сожалению, кто-то гордыней одержим, кто-то осуждением, у кого-то уныние нападает. Вот что делать? Прибегай к Таинству Соборования. Ну и, конечно, это и физические заболевания, потому что человеку тяжело справиться с ними. И он упывает на милость Божию, и в этом Таинстве ему поддаются благодатные силы в борьбе с этими болезнями. Бывает, что во время Поста на некоторых людей нападает уныние, раздражение. Что делать? Как быть? Нужно сразу прибегать к молитве. Дело в том, что уныние, оно имеет такое состояние, еще святые отцы называют этот грех бесполуденный. Он нападает обычно в время, когда человек либо отдыхает, либо он после работы чем-то занимается. И здесь двоякая ситуация. С одной стороны, нужно трудиться. Любой труд, он помогает справиться с унынием. То есть чем-то себя занять. Это может быть чтение духовной литературы, это может быть просто какой-то физический труд. Но и самое главное – начать молиться. То есть переубедить себя в том, что все в моей жизни хорошо, помогает молитва. И церковные таинства. Таинство причастия, исповеди, соборования – это тоже в комплексе помогает человеку выйти из этого состояния. Есть замечательная молитва, которая читается именно Великим постом, молитва преподобного Ефрема Сирина. И там, кстати говоря, просится о том, чтобы избавить от духа уныния. Она звучит так. «Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия, не дашь ми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй ми рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зретья моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, як облагословенности во веки веков. Аминь». Вот эту молитву я советую всем сохранить, держать при себе, выучить наизусть еще лучше и ее добавлять в утренние и вечерние правила. Удивительно, но для верующих людей Великий пост, несмотря на жесткие ограничения, самый настоящий праздник, которого ждут с нетерпением. Это время, когда можно изменить себя. Я с радостью всегда жду Великий пост, потому что это время очищения от грехов. Когда мы несем какую-то очень тяжелую ношу на себе, мы всегда думаем, где бы нам остановиться, скинуть эту тяжесть и вздохнуть легко. Вот пост – это именно то время, когда мы снимаем с себя тяжесть тех грехов, которые мы совершаем вольно, невольно. Пост – это такое стяжание благодати Духа Святого. И это очень сильно помогает. И очищение, в первую очередь, себя от всяких нехороших мыслей, поступков, вещей. Ну и вообще осознания всего. А вот причастие, все эти таинства, они, конечно, в этом сильно помогают. То есть легче, легче все становится. Ну и жизнь меняется другом. Меня благодаря всем этим таинствам. Поэтому рекомендую всем поститься, в храм приходить Божий. Здесь и молиться легче, чем дома. Потому что дома – это как бы ты один, а здесь людей много, и каждый помогает друг другу. Поэтому рекомендую. Приходите, братья и сестры. Самая главная цель поста – это приблизиться к Богу. То есть человек должен сделать все, чтобы приблизиться к Богу. Бороться со своими грехами. Совершать как можно больше добрых дел. Изучать Слово Божие, Священное Писание. Это тоже нам помогает. Потому что так, как Великим постом, больше не прочитывается Священное Писание в храмах нигде. Именно Великим постом читаются ветхозаветные паремии, притчи и так далее. Поэтому советуют святые отцы, богословы как можно больше читать духовных книг. Ну и физически. Вот часто люди заблуждаются, говорят, что пост – это воздержание в пище. И на этом акцентируют особое внимание. Все-таки пища, когда писался типикон, она играла, может быть, какую-то другую роль. Люди жили в других обстоятельствах. Но, честно признаться, они были сильнее духом. Мы сегодня очень слабы. Поэтому все зависит от состояния здоровья, от загруженности, от твоих реальных возможностей. То есть голодовками морить себя все-таки не стоит. Почему? Потому что человек может войти в такое состояние и потом быстро бросить весь пост. Не понять, в чем смысл его. То есть духовная составляющая должна быть первым. Ну а в пище уже, насколько позволяет, наше здоровье. Великий пост установлен для всех – и монахов, и мирян. Он не является повинностью или наказанием. Его следует понимать, как спасительное средство, своего рода лечение и лекарство для каждой человеческой души. «Видишь ли, что делает пост?» – пишет святитель Афанасий Великий. «Болезни врачуют, бесов прогоняет, лукавые помыслы удаляет, и сердце делает чистым. Путь длиной в семь недель приводит нас к главному событию христиан – основе православной веры – светлому Христову воскресенью». Я хотел бы пожелать, дорогие братья и сестры, каждому из нас действительно почувствовать в своей жизни присутствие Бога. И великим постом как можно чаще причащаться святых христовых тайн. Мы забываем о том, что самое великое чудо на земле – это причастие, когда в момент литургии хлеб и вино становятся телом и кровью Христа. Поэтому ощущать присутствие в своей жизни Бога всегда на работе, дома, в храме, на улице – это то состояние, к которому стремился любой святой угодник Божий. Господь здесь, Господь сейчас, Он в моей жизни. И радоваться этому присутствию. Но и через это присутствие Господа в твоей жизни достигнуть светлого Христового воскресенья, благословенной Пасхи. Поэтому всем помощи Божией, чтобы пост для нас прошел достойно, и мы что-то сделали в этом посте. Не так, как всегда. Вот в этом посте я сделаю больше. Я приближусь к Богу, а Господь соединится со мной.